Ага, поехали! Алло, а мы можем сделать фотосессию на берегу Волги? Ну да. А можно панорамочку сделать? Ну да. Мне надо 700 метров в длину и 2,5 в высоту. Ну, ну нет. Нередко за скромными, ничем не примечательными, на первый взгляд, пейзажами скрывается подчас очень интересная история. И примером того может послужить картина, созданная Никонором Чернецовым. В 1835 году петербургские художники, братья Никонор и Григорий Чернецовы, совершили первое в России художественное путешествие по Волге. От Рыбинска до Астрахани. Один брат писал правый берег, а другой левый. Барка художников останавливалась вблизи городов и селений, и художники тщательно, в творческой манере, зарисовали все, что достойно было особого внимания. Путешествия Чернецовых по Волге не было прогулкой. В своих записках художники говорят о тревожной полугодовой жизни на воде, жизни, проведенной в непрерывных, постоянных трудах и заботах. Чернецовы привезли в окончательном виде 1982 рисунка, общей длиной 746 метров, до 500 видов и до 80 этюдов. Хорошо, сколько вы за это хотите? За полугодовую фотосессию. Ну, у вас написано от трех часов скидка. У нас получается 4320 часов. Мне нужно посчитать. Из рисунков Чернецовых была создана панорама длиной 700 метров и высотой 2,5 метра. Огромная картина, исполненная с высоким художественным мастерством, изображала все достопримечательности русской реки от Рыбинска до Астрахани. В итоге лента из рисунков была намотана на бобин и перематывалась на другой стержень для зрителей, сидевших в каюте такой импровизированной. И можно было увидеть первый такой своеобразный фильм о русской реке. Ладно, я понял, похоже, вы не в ресурсе. Я обращусь к художнику. Удачи!